Друзья, всем привет! Меня зовут Юля и вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. Не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали. Сегодня мы с вами будем готовить самый летний пирог, потому что он у нас будет с клубничкой. И сначала мы с вами, конечно, приготовим тесто. Для этого мы берем вот такую глубокую миску, смешиваем в ней сливочное масло комнатной температуры, то есть размягченное, и сахар. Теперь добавляем сметану. И перемешиваем. Здесь можно уже миксером не пользоваться, взять обычный ручной венчик. Теперь добавляем муку вместе с разрыхлителем и замешиваем тесто. Сначала удобнее размешать тесто венчиком, а потом вымесить руками. Тем более, после того, как мы его вымесим, нам нужно скатать его в шар и убрать в холодильник примерно на 30 минут, чтобы с ним стало легче работать. Пока тесто у нас стоит в холодильнике, мы приготовим начинку. Снова берем наше глубокое блюдо и смешиваем в нем яйца и сахар. Мы взбили слегка яйца с сахаром, теперь добавляем туда сметану и немножечко муки. И все это перемешиваем. Начинка у нас готова. Будем называть ее сметаной и крем, чтобы не путаться. И теперь нам нужно подготовить клубнику. Мы ее с вами моем, убираем вот эти вот зеленые штучки и нарезаем клубнику на 2 или на 3 части, в зависимости от ее размера. У нас с вами готова клубника, сметанный крем и тесто. Теперь мы с вами берем бумагу для выпечки и раскатываем на ней тесто. И потом мы вместе с бумагой будем переносить ее в форму. В принципе, можно тесто распределить прямо руками по форме, но мне больше нравится, когда оно раскатывается. Мне кажется, что так вкуснее. Чтобы тесто не липло к скалке, мы его немножечко присыпаем мукой. Мы с вами перенесли тесто прямо в бумаге для выпечки. У нас получается пока что-то такое. Нам нужно обязательно, чтобы тесто доставало до бортика, чтобы у нас было место, куда положить клубничку и залить сметанным кремом. А вот эти лишние края мы просто обрезаем ножницами вместе с тестом. Вот такая красота у нас получилась. Теперь мы кладем сюда клубничку. Осталось пирог залить сметаной и убрать в духовку. Ставим пирог в разогретый до 180 градусов духовку и готовим примерно 40-50 минут. Нам нужно, чтобы начинка застыла, а тесто приготовилось. Обратите внимание, что моя форма не совсем подходит к этому пирогу, потому что вот здесь вот остались бортики. Лучше, конечно, взять форму с не такими высокими бортами, но у меня ее не было, поэтому готовим в том, в чем есть. И еще при выпечке начинка немножко поднимется, поэтому это будет не совсем критично. Ну и всегда лишний бортик, если что, можно обрезать ножницами или ножиком, так что это не страшно. Пирог у нас готов. Теперь ему нужно сначала остыть в форме при комнатной температуре, потом мы уберем его в холодильник, ну, примерно на полтора-два часа. И вот тогда он будет лучше нарезаться на кусочки. Это будет очень-очень вкусно. Не ешьте, пожалуйста, его горячим и обязательно охладите. Субтитры создавал DimaTorzok